добрый вечер на сегодня небольшие вводные по поводу сегодняшней ситуации в мире да выходят новые игроки на мировой уровень да и вот сейчас еще две силы вышло очень интересных а это не люди но может они и люди но они не из земли вот но мы говорим о лебединцев которые мы обращались которые вроде как прилетали к нам да причем на счет они у кому-то появились кому-то нет они особо я так понимаю не спешат нам помогать тем не менее вот вмешивание новых сил ну вообще как было почему причина конфликта с украиной он же надуманным и вот мешалась уже еще одна сила все пошло не по плану ну я в общем то сейчас доступа не имею к этим всем источником официальным во всяком случае поэтому я затрудняюсь к чё не по этому поводу думаю да думают ли вообще что но то что все идет не по плану но это точно за кулисы ведь она что делать едет зачем она и нужен головах поэтому наших политиков легко манипулировать ну и соответственно значит тут экскалацию она должна продлиться ну хотя бы четыре года чтобы была ненависть между украинцами и россиянами и уже можно было на этом стричь головах но не так стыгут его в принципе да но недостаточно мало у них же большая жатва идет поэтому сейчас не определено с некоторым мы посмотрим мы вообще все наверно хотят посмотреть что будут делать вот эти вот еще две силы которые в общем то вышли сейчас на поверхность но это потом теперь значит и такой вот сегодняшняя лекция будет посвящена сегодняшнему состоянию нашего общества и по тем пробелам в понимании ситуации сегодняшней которая присуща принципе всем людям земли по истории понятно что у нас нет истории да например происхождение народов их же так много да у нас раз у нас смогли создать 7135 языков так это столько же народа народа количество еще до сих пор не подсчитано но говорят что больше 6 тысяч это филологи говорят там антропологи 6 тысяч но мы знаем точно что 7131 язык создан именно благодаря раздачи частей земли вот сателлитным цивилизациям то есть орионцы раздают нашу землю направо-налево для того чтобы создать мощную коллекцию удерживающую сегодня человечество в рабстве и причем в абсолютном рабстве потому что абсолютно раз предполагает да люди уже сами себя поддерживают в этом состоянии они уже не понимают что они рабы ну и в общем-то это на лицо то есть у нас созданы всевозможные виды которые проразглашают себя рабами божьими мы не можем быть рабами ничьими у у нас свобода воли свобода свободного человека раз мы так проразглашим нашему рабы нет ведь не только христианство у нас сейчас 28 тысяч конфессий до создано на земле ну там через заодно прорабы божьи рассказывают теперь значит наука то же самое иллюзии и вот именно такое огромное количество иллюзий которые нам внедрили да не позволяет мир воспринимать таким как он есть вот свое время был эксперимент когда людям давали очки одевали такие которые перевертываются изображением то что они видят ну и принципе лиза на так и работает все перевернутое изображение но мозг устраивает как правильно то есть все прямое изображение а потом когда убрали очки опять все перевернуты у человека стал несколько дней потребовалось чтобы мозг переадаптировался снова так вот когда у нас все перевернута нам даже если убрать иллюзии мы все равно будем видеть все иллюзорно иллюзии у нас не одна ни две ни три а десятки если не сотни сказать у нас потому что нас захватывали нас же опускали опускали и прежде всего конечно меняли традиции традиции язык естественно меняли он ну раз 7 тысяч языков уже на создавали понятно что язык надо менять а у нас был один язык древнерусский язык это создает язык землям потому что на нем разговаривать прилетающих нам инопланетяне и много инопланетян ведь именно древнерусском когда были вот у пире у пиреера была работа по какой язык используют инопланетяне но там принципе языка не стоит тот на котором говорит человек да но очень много или германский а германский это швабия тоже земля не только в оппозиции к нам находящиеся и поддерживающие наше рабское состояние и работающий на орионцев а на древнерусском но говорит инопланетян но причем у нас языковесты язык санскрит и древнерусский это один тоже язык я уже об этом много раз говорил говорил и буду говорить а их делают разными языками чтобы доказать что тут было много народов так вот много народов почему у нас вообще возникло это же надо как-то объяснить ведь никто не объясняет а вот для этого надо начать с понимания всех как у нас устроена наша солнечная система кумане не знаю нас мы знаем что есть кометы из планеты и спутники планет есть просто спутники которые вращаются вокруг солнца как церера например у нас в центре солнечной системы за орбитой марса существует пояс астероидов которые назван остатками планеты файтон ну файтон это считается греческая там легенда полетел упал но это свист конечно все понятно мы придумали такую легенду и ее положили но имена этой легенды положили вот в названии этого спутника в реальностью назывался по-другому его не очень название эндограха а почему эндограха ну потому что когда вы взрывали там часть народу все-таки успел избежать и они поселились у нас на земле и кстати не хотели пускать сюда то что их очень многое эндограха ну то есть файтон файтон кстати назван был так у нас с троном орлов он предложил и это прижилось и сейчас все так называют но она назвалась эндограха и вот они сюда прилетели и вот архипелаг где индонезия находится ну там много островов вы знаете и полуостров индостан но индейцы понятно и сын да грах я на хинда граха называлась а потом называли ария врата фаэтон эндограха он был достаточно большой и поэтому часть индейцев которых не пускали на землю самостоятельно торглись южную и северную америку откуда их потом земля не выкуривали у нас именно во времена апокалипсиса когда было уничтожено там ну очень сложно сказать а сколько планет было уничтожено и спутник но на часу 205 спутников существует естественно якобы происхождение а их уничтожили гораздо больше у нас ведь земля полая и полая у нас вот это вот гора ну и скорлупа как некоторые говорят окружающая полость внутренней земли там же вот тоже люди вот эти цивилизации которые и на нас нападали и те которые предыдущие у нас было пять цивилизаций но и 5 вот сейчас 6 готовится полностью опущенная то что же рабы у нас искусственный интеллект нам только функции собственно говоря нажимать кнопки и вот все конечно это было уничтожено да то есть я имею ввиду в собственной системе а вот полные планеты как земля а не только у нас земля полая полы все эти большие планеты полы марс пола венера вот половинь меркурий вот их не уничтожали потому что это большая работа и она была связана с возможностью размещения населения ведь рано или поздно всякая цивилизация сталкивается с проблемой перенаселения и вот наши цари да нас их было 7 ну вы знаете у нас 4 ванна 3 василия семи царствия только они были и семи царстве было вавилонская том что я еще читал историю вавилона когда было семи царстве ну и потом не специалисты по еврейской истории тоже горели осени царях а сейчас там очень много царей и у вавилонской истории сейчас тоже очень много царей но было всем и у нас было всем но у нас это сохранилось в истории у них нет им все переделывать но нас тоже сидел непонятно и они делали вот эти от полы земли так у нас вот вынута грунта до земли столько что можно было создать не одну не две не 3 от больше 30 лун 31 или там 32 нужно посчитать сравнивая объем их причем это луна которая у нас сейчас хренус на тоже пола а у нас было как вы помните много лун название осталось и селены и артемида это все название луны и леля и фата и феба все название луны и мун ну риман в разных мердов праздник называют тоже все название луны и было 30 должно было 30 но вот фольклор и легенды они донесли вот а 8 только лунах сведения остальных нет ну и вот эти сейчас говорят но скандинавские веды и из соответственно эти веды которые по торды представил нам они по принципе одно и то же но это горит что они не являются истинных последней станции и это лишь попытка нам что-то там сообщить причем очень исковеркновение там играть только трех лунах на их было восемь как минимум а можно и земли вынув грунт получить был 30 лун ну и куда они делись а если из юпитера вынимать грунт до считаю что как и на земле вот этот слой корка которая покрывает внутреннюю поверхность планеты да что это только 16 процентов ну как на земле то из юпитера можно было вынуть таких как земля 3200 там с копейками планету земля ну и где они нету а почему а потому что наши предки и катанхеры они были по великим вселенным и они строили сателлитные пространства сателлитных пространствах тоже нужно и планеты и лунные все и поэтому то не туда их и перегоняли нам конечно сейчас сложно поверить что такого уровня цивилизация была но у нас же остались и представления что земля c от вселенной и это никакая схоластика там религиозно это реальность но не астрономический центр а культурный культурный научный но как угодно его называйте но это центр у нас же вот сколько там черепов разных видов находят потому что здесь жили люди с разных мест вот как на лебедя я тогда рассказывал что наш начальник гору жуков когда он руководил он послал человека учиться со звезды лебедя мы были с ним хорошо достаточно знакомы ну и он написал там что там происходило и как там тем более у него были постоянные контакты и через него могли общаться с ними с этими ребятами там очень высокий уровень ну по сравнению с нами с нашей цивилизации нам-то ведь ничего нельзя достигать у нас все опущено и соответственно все запрещено но это все свидетельствует что мы и цены вселенной что нас вселенские соборы ходят и христианство ходит и католичество но вселенские соборы проходят не земные не все планетные даже не общесолнечные над общей нашей солнечной системы а вселенские по вселенной это множество звездных систем которым будет видим на небе на своем ну и потом у нас слова сама звезда а нас куда-то произошло да а но это слово вести то есть это то место до куда можно довести человека звезда свести ну в древне русском свести так и есть свести а потом пошла уже и звезда или слово космос да мы же считаем что космос это вот вселенная нет это множится параллельных семинах этот космос но это тоже еще не предел у космоса есть еще представление как свет вот чудеса света которые создали наши предки гекатонхейры именно это уровень света это много космоса параллельных космоса и и это тоже не предел у нас потому что атрибутов материи считать всего лишь 3 до там пространство ими движения но это в современной философии а вообще их бесконечно множество вот почему про память не говорят это же тоже атрибут про размножение не говорят у нас кристаллы размножаются у нас планеты размножаются у нас он сейчас он солнце горят должно родить еще планету она добавляется то исчезает размножение тоже атрибут материи и вот таких атрибутов они создаются в действительности такими существами как гекатонхеры потому что у гекатонхеров ниже древе православная система была а там они постоянно в диване свойствами чисел а каждое число как уже помните такое выражение что миром правят числа их отношения она давала какие-то функции новые организму ну например там гибкость там твердость прочность и прочее это тоже атрибута материи а вот с них уже они достигали это свойство они за счет индукции а индукции это перенесение свойств с одного предмета на другой за счет индукции у нас создавались новые свойства материи новые атрибуты и поэтому у нас на свете как не оканчивалась на дальше шли миры но или мироздание мы говорим да но мироздание которое все время увеличивало разнообразие миров и вот это называлось и дель это старое название она сейчас вышла из употребления но она осталась вот в аналог там его можно найти идоль вот идоль она как бы не ограничивает вот эту прямую уходящую бесконечность по разнообразию свойств то есть у нас в нашей цивилизации наложено ограничение например что вот у нас только шесть тригонометрических функций хотя пранок геометрических а их тоже бесконечное множество или количество математических действий у нас их 7 сложение вычитание умножение мужа горели об этом да но возведение степени вот еще и ларифмирования мод 7 а их тоже бесконечное множество математических действий бесконечное множество ну хоть бесконечно как числовая ось она уходит бесконечно все вы бесконечно точно так же и строение мира по разнообразию по объему все уходит бесконечность вот начинается свет то будут мир и мироздание и потом идет идоль и дали кстати удаль то что надо тоже как бы бесконечное вот это чувство свободы силы и прочее мощное чувство поэтому и и дали и это все говорит о том что наши предки умеют и понятия они сами по себе не могут возникнуть у тех которые только что слезли с деревьев взяли в руку палку и стали разумными это именно только у развитых цивилизаций такие понятия могут присутствовать все примитивные цивилизации не могут только подражать они могут подражать могут что-то копировать мы все вся их творческая деятельность на этом заканчивается а у нас все было почему совершенствованию на этом я только привели примеры из русского языка вот который говорит о том что в общем-то наши предки были на уровне повелители вселенных но это и у индусов так как бы есть да что наши предки повелители вселенных они жили на гору на горе миру повеливание начну но земной всеми звездами но наших это тоже есть в деле православие вот индусы они прибыли фендаграхи граха вообще на санскрытие означает планету а дело в том что там же очень много языков до нас создавали там больше двухсот языков что в индонезии что в индии под 300 но практически на всех языках индийских вот грах еще означает захватывать то что они вторглись сюда да хотя они достаточно миролюбивые сами по себе они не лезут у них очень мощные традиции сохранились что нельзя убивать у нас тоже эти есть традиции у воров например если хочешь для кого-то выкопать яма ну копай второе для себя заранее всем то попадешь будет ответка у нас так построен мир все на ответах без наказание не бывает ну сейчас у нас конечно делаю чего угодно наказание следующей жизни карма это тоже венди но захватчиками для того чтобы могли копить галах у нас начиная с петра 3 фактически человечество было захвачено окончательно сопротивление было сломано тогда вот как раз ввели мишну а мишна она чем интересно тем что она запрещала перевоплощение то есть владимир когда-то ввел перевоплощение он отказался от физического бессмертия землян а после петра 3 но он для нас 3 вообще-то это тоже римский император но император только в риме вот потому что они несут функцию подчинения ореону но и сейчас конечно же никто не помнит что все русские император это тоже римский император ну примеры таким александр 1 это нейрон вот то что мы говорим наполеон 1 до бонапарт который бонапарт это династия вообще-то каллигула пет 1 1 это у нас юрий цезарь ну и так далее наполеон 2 николай 1 1 посмотреть портретные их изображения они достаточно хотя это картины и потом вызывает удивление почему фотографии уже тогда были а почему нет фотографии того же николая 1 непонятно бонапарта есть у него нет но потому что вот это похоже нам же все время пудрят мозги что мы там свободно и все прочим давно уже не свободно вот мы только упомянули то вот было много вынуто грунта из всех планет и сатурна из всех и вот когда был апокалипсис апокалипсис уничтожили только те планеты которые в общем то были целостными то есть не было пустоты внутри тоже там огромные трудозатраты такое сооружение но у нас не было планета между ураном и сатурном сейчас там поиск опера но состоит там из пыли понятно из комет он комета из-за льда там состоят ну считается вот а лед это принципе вода как вы помните потом дальше за нептуном нептун последняя планета начнется плутон но ты за плутоном тоже там существует так называем облака о орты она скорее всего гипотетическое потому что это второй пояс комет и вот между о ортой и нептуном там называют рассеянный диск там потому что но там тоже кометы там и все и это остатки планеты которые тоже сейчас учитываются у нас в астрологии прозерпина она защищала наши границы утрена была уничтожена и вот херуон плутон сильно это спутники планет у каждой планеты у сатурна например 145 спутников на сегодняшний неизвестно у юпитера на сегодняшний день открыто 79 спутников урана 27 а у никто на 14 монетон это у нас четыре больших планеты идет юпитер сатурн уран никто четыре мощных таких больших планеты ну вроде как у них там водород и гелий как и на солнце водород и гелий атмосферы вот все кто так у нас много контактеров которых везде возят на они говорят о том что у них тверда поверхность и достаточно красивые лоншафты вот горы очень высокие очень высокие ну и потом там же пространство далеко просматривается ты закрывает этот горизонт высокая очень гора по 20 там по 30 больше километров высоты может представить и у всех этих планет есть кольца а кольца это остатки погибших спутников вот у юпитера из четыре кольца ну там четыре спутника они большие спутники галерея так называемые они большие больше нашей луны там ганимед и к листа и европа четыре спутника а 4 было разрушено они кстати глядя сих пор обитаем но это не значит что человеческие цивилизации там живут но не обитаем внутри но мы думаем что вот если там далеко от солнца значит там холодно вот это неправильно представлением вообще у нас ведь у нескольких планет ну спутников найдены атмосферы хотя орбиты их очень далеко от солнца у титана плотность атмосферы больше чем на земле там 1 и 8 атмосфер у тех же спутников и питера у и а там тоже есть атмосфера но очень разрежено но есть нашел и ту же есть атмосфера там есть растения вот эти вот снимки растений были выложены в свое время без комментариев понятно как всегда в ютубе но в интернете и можно было посмотреть это высокие достаточно прозрачные травы типа вот у нас же много травы растет просто лист растет да и все но это все к зла кому относится когда такие высокие листья по внешнему виду но они прозрачные они не зеленые а также температура прыгает там 100 плюс градусов да ну мы не можем расставать и минус там 170 180 тоже не можем существовать но это растение приспособились и вообще откуда возникает атмосфера у нас у венеры горят штамм 400 градусов температура по цельсию и 90 атмосфер нам говорят что ты не рано может удержать такую плотность ну то очень мощный свист по той простой причине что атмосферу держит не притяжение воздуха ведь молекулы они же имеют очень большие скорости по 300 метров в секунду ну и больше да то есть представляете этом 300 метров ему воздуху улететь от планеты ничего не представляет он не привязан к ней это что там какое-то притяжение притяжение создается за счет парциального давления растений которые создают вертикальный поток верхних слоев нижним слоям в этой постоянное движение вот именно за счет потому что россии не поглощает воздух на суббекистогаз в данном случае поглощает выделяют кислород но у них то же самое на том же питере там водород но значит водорода не выделяют вода там или еще какая-то лица h4 h4 там на его атмосфере значит вот из него выделять могут водород растения потому что в реальности разнообразие видов всяких видов растений животных их бесконечно множество и понятно что все эти планеты они существуют их не атмосферы существует благодаря растительному покрову хотелось в другой понятно других основах вообще смогу но на них есть у нас урана было 11 разбомбленных спутников до или лунду щаскала у никто на 6 спутников было уничтожено него 6 потому что колец но у сатурна 7 разрушенных колец по поводу того почему нас погибли вот эти вот луны которые были ну вот фата которая в общем то она до сих пор тоже вот усчитывается в астрологии выста орбиты на земле 24 тысячи километров но от земли высота а там сейчас находится радиоактивный пояс который преодолевает наш космонавта у них лучевая болезнь возникает сразу дальше значит вот лелю разрушки да или у нас народность есть такая лели они живут как цыгане а вообще когда они сюда прибыли и было много они существовали здесь как лилиги потом их переименовали в пелазгов ну а сейчас они лилими остались пелазги они создавали свое государство но вообще нам было разбито свое время многие вот лили остались теперь значит у нас был месяц название на но он сейчас и остался месяц вот все кто прибыли с месяца они нас разместились местопотамии принципе смешались с местным населением надо отметить что все кто находился далеко от солнца да у них кожа темнеет вот у индусов она виниться фону потемнело индусы потому что это религия а индийцы народность кто прибыл с артемиды у нас был даже центр такой артания назывался да очень сарса не станет начертания но это один из таких вот культурных центров так уж как и киевская русь но это по современным летописям поддельным но тем не менее в общем то они на чем-то правдивом то все равно основывается вот мун или ман они сюда прибыли не общем-то организовали но сманская была империя оманская тоже но это уже позднее конечно возникновение германия тоже с маном связано то есть остатки жители германии но это не кто-то может и понял что не ванны потому что с нам прибыли селены кто прибыл они у нас образовывали сел все села вообще раньше называли села кабаками сейчас кабак понятно поменялся с у нас это место не собирается для распития алкогольных напитков кабак но рачек назвался село называлась кабаком они не организовали свои собственные поселения не просто прибыли ну кто там жил а в основном то ведь из-за близости расположения этих планет и там же то же самое селением все всех там же был рай согласно опять же вот этим старинным источником легенда и люди там или дачи там ну или отдыхать туда ездили мы на черное море там средиземное ездим сейчас и дело в том что вот происхождение именно по потерянной планете по потерянному спутнику они себя так и называли с те же кто прибыли с фаты да есть такая народность фатолог они тоже где-то в районе там тимура поселились но это в индонезии там много островов ведь там ни одна сотня островов а с фильмы кто прибыл к нам вот сейчас есть такая народность випсы потому что фим и веб они практически звучат одинаково ну там гуке и веб буквы использованы а ведь фип на не наоборот звонки в эфре меняется по и бы меняется поэтому вепсы они считаются все финским народом но они себя отделяют от фир вообще фильмы произошли от вены потому что у нас вот венгры да потому что вены и угры ну и вепсы они как бы не относится фебб не вен он именно фип колин то есть это разно уже получается вот с дианы кто сбежал данным с погибших тоже луны они скорее всего организовали дань там еще значит у нас европа была у юпитера а дело в том что у нас практически все спутники они вот эти кратера практически на всех а вот на европе нет потому что она покрыта океану а это произошло потому что там народ внутренний да у нас внутри там тартар идет аид идет и собственно внутренняя внутренность спутника или земли там она половина уже земля это название спутника вот у нас были земли но сейчас их спутниками называют ночью-то землю за тренировать земель этот за 27 когда улетали осталось и 27 спутников ну где еще жили не только стол к нам прилетели но и вот со спутников юпитера вот в европе захватчики все кто не поддержал и до них уничтожали или бомбили вот кратеры а вот не пропу они значит что сделали они взорвали и тартар и ты скорее всего внутреннюю землю европы и поэтому вода вышла на поверхность может он там везде вода внутри естественно да на уж на первых и моментально звездом потому что затопило всю растительность и европа тоже потерял всю атмосферу но я не перевернусь к нам на землю и вот европа она так принципе и называется европа это место где живут люди с европы они ведь все за земли то есть у них всех человеческое происхождение но из-за того что там удаленность отсветила там разные продолжительность годов месяца дней из этого они разные и внешний вид тех европейцев такой же принципе как и у испанцев или португальцев в принципе тоже один народ кто прибыл к нам скалиста ну это тоже спутник и питер вот они образовали здесь национальность колхи вот там где колхида сейчас да вот они там жили а колхида как известно она приняла участие в формировании грузинского этноса а вообще-то они прибыли к нам скалиста кто прибыл к нам с ио ио то тоже спутник питера они создали и ордане кто прибыл в ганимеда но ганимед сам большой спутник больше луны спутника питера они ну что тормозили гану гана гана это государство в африке причем там может достаточно черное население но еще не очень то что у нас есть очень черные другие белки вот адрой да они кстати но считается что как бы низким родной с ними не смешанные вот скорее всего не прибыли стой разрушены планеты от которой название не осталось может все что было разрушено она никак не обозначена понятно если смотреть с сатурна кто прибыл но там тоже несколько а то ведь смотрите то ведь меняли название у нас у спутников погибших спутника было очень много и беженцев был у нас почему такое количество разного народа до их сразу зарядили потому что на создание своего языка но же внедрено было вот это вот преимущество одних народов над другими но фашистская идеология она была сразу к нам внедрена для того чтобы настраивать и в общем-то держать в повиновении но это ему удалось почему у нас сегодня вот этих 7000 с лишним этих языков мы создавали именно потому что во первых прибыло много народу с разных планет с разных и вот нас создавали множество языков но и начали нас опускать опускать когда они нам меняли традиции на же счастье захвачен и захвачена ну как бы рабство у нас много давно но помимо сейчас рабство щас носа хотят отобрать планету почему они горят а высадки то что вы садится и на не могут высадиться потому что вмешались другие силы которые препятствуют этому они хотят доказать что мы неразумно но в какой-то степени им удалось сделать часть людей неразумными которые начали говорить что земля плоская солнца нет инопланетян нет космоса нет ну и прочую чепуху на создавали комитеты там комитет по лженауке там которая должна скоро говорить о том что вся земля плоская и прочих чушь которую сейчас они очень-то не стесняются горит на своих съездах почему черные со всякими званиями там это все конечно пшик вся эта фельдкина грамоты вот потому что настоящая вот у нас была система это где настоящие давали звания и они не были ограничены доктор там кандидаты доктор да они шли бесконечность феерс хеерс жиерс ну и дальше там она не останавливалась и можно было заниматься то что мы сейчас говорим научной деятельностью до бесконечности присваивать присваивать свете звание опускать стали сразу когда они нам поменяли питание но во первых они стали менять питанием стали водить прививки вот я уже сказал с петра третьего когда брали власти ли это собственно говоря поменяли нам настоящего петра у нас настоящий как был год они пригласили поскольку и бориса ну как который называют борисом годунова ирина году но и же всех убили они были царями царями городского народа и поэтому вот и пригласили на свое на царствование собой как раз его на царевич и он царевич он нам представлен по истории как иван 5 иван 5 и он собственно говоря не был никаким братом как нам рассказывают петру он был царем русским причем царем и они с петром не очень ладили и петра подставили из-за того что иван все время стараться помочь но иван царевич который среднестраться помочь что марием ниже он помогал то владимиру то еще кому-то у нас же там колеса государства росло и росло а количество вторжений на землю тоже росло все одно за другим восток официально считается 19 римских походов а римские походы то не в доспехах там приходили но не в скафандрах приходили это не доспехи и скафандры находятся кстати говоря но до нас они не доходят то что есть даже могилы скафандрах люди похоронены ну и они значит поставили петра чтоб он ну как-то ограничивал ивана чтобы он особо то не вот потом петра подменили на писиглавца пустили идею что это лишь к отрепьев да у него уши были отрезаны а у него не отрезаны они наверху вот здесь ну как у писиглавцев у всех у них уши вверху находятся ну потому что у них с мозгами то у нас все таки уж пониже да и мост по объему когда выше уши но там мозг поменьше объемами но естественно что они тоже чьи-то сателлиты ну или вассалы лучше сказать стали изымать уперс на испытанию как пускали изымать и вот то что у нас было традиционным питанием амарантом изъяли да злаков много исчезло у нас было сто восемь злаков но то что злак это тоже атрибут но бога уже 108 ягод был на тоже изъяли 108 фруктов то всем овощей все изъято он остались там слезы чтобы было да вот а самое главное не изменили физиологию питания детишек начали заставлять есть к старой традиции внедренной инопланетянами это разрушил нашу физиологию на же было вот это способность который называлась асытью то есть он насытиться осталось а с эти нет уже а это качество которое появляется только у беременных женщин и у детишек есть до четырех лет но и ломать четырем годам потому что ребенка все это заставляет есть там пить и все прочее но и все ребенок уже не может ощутить что ему в реальности нужно что он действительности хочет и сколько хочет вот этой способности нет это чувство это такое чувство как зрение как обоняние как слух а его заглушают нарушив физиологии питания и самое главное у нас внедрялись очень вредные традиции например дарение живых умирающих цветов ну так одна смерть да можно подарить как правило люди то не хотят и друг другу смерти но в основном массе я имею ввиду традицию тем не менее в неделе мужчина дарит своей возлюбленной цветы умирающие умирающие выражает свою любовь не любовь выражает он выражает в действительности смерти и смерти этим отношениям которые у них сложились и смерть самой этой возлюбленной дальше значит посыпание лепестками роз ложа молодоженов но тоже на смерть фашисты в свое время они делали бани когда приезжали людей в бане вели но женское это мужское отделение а кто пускали газа а перед тем как пускать газы они убирали стенку она подымалась ну как вот ворота какие-то и мужское женское отделение соединялись но и кто понимал что он сейчас смерть уже да может газа там начинали идти но и кто знал что смерть вот они вступали в половые отношения вступали в половые отношения и их убивали то есть размножение было проклято таким обрядом изуверским но очень много внедрили конечно для того чтобы запретить эволюцию человека во первых у нас я женщина у нее но ребенок он не может раздоить грудь матери и он бросаем грудь тем более там все время дает всякие там смеси и кефир и прочую гадость вот это нельзя делать и тем более у нас же ну в основном молоко коровы корова как известно очень агрессивно животным но вспомните быков вот они же но первых учили гнил и вот а во вторых очень агрессивные и у нас дети вырастают а молоко за это валют у ребенка во первых у него два месяца сравнивали количество связи в мозгу ну кто умер конечно с ножов не сравнивают так вот двухмесячный ребенок у двухлетнего в 3 там где-то раза потому что у него связи много существует вот эти еще умные клетки есть а вот уже более-менее пожившим ребенком два года у него уже нет этих связи там 30 процентов осталось того что было а это все молоко у нас с 15 животных молоко 15 животных используют в качестве добавки питания женском молоко то есть задают эволюцию там и ламы там и верблюжье молоко и ослины и кобылье и раньше вот у нас еще были фермы лосины годы советской власти да когда сцар был вот лосиное молоко продавалось вот и лосиное молоко ну вот и козье молоко даже в качестве экспериментов там дельфиня даже предлагалось но это все сразу не пошло но тем не менее разные виды вот если женщина не может давать молоко да но ребенок не может раздаить мать супруга раздают потому что раздаить можно даже бабушку даже мужчин можно раздаить и примеров в истории достаточно много поэтому в общем-то эволюцию ребенка забили более того ребенок когда родился он старается принять позу эмбрион поза эмбриона она это эволюционная поза и человек продолжает дальше эволюционировать у нас же многих функций нету от рождения они ребенок родился он не умеет ходить но пойдет какое время должно пройти если он спит позе эмбриона он быстро начинает ходить а если его пеленает якобы для того чтобы ноги не были кривыми ну он гораздо позже начинает ходить позже говорить начинает у него позже все эти чувства развиваются или не развиваются совсем потому что у нас всем центром зрительных да у нас получается что у ребенка все эти центры закрыты мы сейчас не видим сквозь стены а некоторые детишки видят они видят сущности они играют с ними у нас в параллеле очень много всяких сущностей но кто видит если кто-то рассказывает об этом закроет видение потому что мы должны видеть весь этот мир у нас все потому что сегодня существующие параллельные цивилизации имеющие происхождение человеческого нас вся солнечная система заселена нашими цивилизациями внутренности планет внутренности спутников ну в некоторых местах конечно они на перст держат но там в основном это закрытые закрыты эти города в которых они могут существовать они все негативно к нам относятся потому что они свое время перешли на сторону захватчиков поэтому их не уничтожили и поэтому мы все вместе с ними не сканта чем только по той простой причине не только потому что мы опущены туда это многих отталкивает естественно не только потому что мы в рабстве да тоже там отталкивает сильно а потому что они сами себе нагадили придав но мы в принципе земляне мы до сих пор имеем право на все те земли которые мы создавали наши предки создавали и мы наследники и это не только нашей солнечной системе созданы такие поселения в других звездных системах где еще живут люди они тоже кстати говоря с нами не контактят по той простой причине что они тоже перешли на сторону захватчиков все кто не перешел или уничтожены или вынуждены перебраться были на землю на марс марс кстати говоря он тоже покосан очень сильно его кстати говоря у нас смотрите если говорить вообще о строении солнечной системы у нас идет сначала как бы меркурий самую маленькой планету нет венера такая же как земля чуть меньше потом нет земля потом марс марс больше меркурия но меньше венера ну как чуть больше нашего на так вот интересно что по логике вещей чем меньше спутник тем он ближе должен к солнцу быть до определенный момент а потом чем он больше тем он ближе а чем меньше тем он дальше вот надо перейти так вот этот барьер переходим и вот идет так юпитер самый большой сатурн поменьше потом идет уран еще меньше сатурна потом идет никто он меньше урана ну потом была прозрепина она еще меньше было нептуном вот но потом там может быть еще были но мы не знаем вот то что надо дошло в фольклоре а вот перед то есть где вот астероиды у нас это эндограха была планета называлась и у нас шли как сначала шел марс по но если смотри как они должны располагаться сначала марс потом должна была быть венера со спутником меркурий потом должна быть земля на месте марса вот а потом эндограх а марс должен вращаться на орбите венеры а у нас венера она первых она должна вращаться на земной орбите она приблизилась к солнцу и стал вращаться в другую сторону все вращаются по часовой стрелке на про часовой как уран уран тоже у него первых по нему пусть должна так быть а вот он должен двигаться как солнце а у него так перпендикулярно солнце обращается ты тоже так и венера в другую сторону про часовой за счет именно бомбардировок да у нас получилось и изменение орбит у всех планет это было как раз период калипсиса не сказал еще про иридан уверения сказал не полностью иридан это между сатурном и урана была планета почему она называется иридан дело в том что у нас его пытались увековечить за гида на же приехали прилетели сюда люди и вот есть иридан это вот речка в афинах ридан называют ириданом назвали место сейчас где балтийское море была река иридан дальше значит ириданом назвали тайную систему звездную ну то есть пытаются его как-то увековечить а самое главное то ламия своем известном труде альмагест да он написал что эридан действует также как и юпитер а а где может иридан действовать как и юпитер как не в нашей солнечной системе значит название у погибшей планеты было эридан ну про зерпина она так и осталась понятно за нептуном который эридане они уюта здесь тоже на земле и вот у нас темное население она почему нас темное население но потому что она прибыла с дальних планетах ганимеда например с европы они почему в общем достаточно белый но темные только волосы темные глаза вот именно к потому что они все-таки жили на уровне орбиты питера и жили они под землей ну то есть внутри европы но оттуда их выкурили фактически тоже все разбогли на океан он собственно говоря закрыл весь растительный покров европы и вот они остались в общем-то без планеты своей но и сейчас подготовили принципе 500 лет готовили тому чтобы войны все идут от подземные войны которые происходят тоже на этой частоте 7 герц и вот 7 герц это страха считается до чистота вот этой тоски ревности и прочих вот этих отрицательных эмоций которые человек но они немножко там отличается на десятые там на сотой доли они все создаваете солитоны то страх копится в литосфере и вызывают эти землетрясения а самое что интересно у нас солитоны но у нас потому что вот все солитоновые частицы а это значит теплород флагистон аэро агва но это старое название они все имеют тенденцию раскручиваться потому что в природе все вращается все вращающиеся между собой частицы они связаны между собой и подпитывают друг друга то есть у нас мир раскручивается температура мира растет из-за постоянного воздействия друг на друга до весь конечный обратный процесс температура падает но в основном растет на земле и поэтому у нас внутренние слои нашей литосферы они разогреваются разогревается и это лава до лавы разогревается дверцах поверхности вот по подсчетам специалистов из созидательного общества они показали что 26 там ну кто-то говорит 30 год но не надо себя обнадеживать лавы поднимается и для того чтобы предотвратить этот процесс нужны обратные эмоции то есть не страх и печаль радость родение родение разных состояний настолько ведь положительная это радость да ну восторг там но это разновидность радости мы все но ярость еще до ярость нас тоже с отрицательными связано хотя я радость нас ерила отвечал за это за ярость это вообще-то счастье когда человек испытывает счастье так вот это состояние родения это испытание тех вот приветствий которые заложены в приветствиях наших богов когда мы начинаем приветствовать по богам друг друга потому что начался покров данного бога и мы начали приветствовать все так и надо когда приветствуешь обязательно родить то есть задерживать это станет просто радости или мудрости или просто здоровья здравствуйте а пережить это состояние родения вот это состояние она может погасить если мы каждый час будем родить то есть использовать эмоцию связанную с радостью мы погасим вот тот подготовленный нам катаклизм нам же вот написали эти скрижали там соединенных штатах стоящих штатик дольфия что должен остаться только миллиард остальные все должны пойти под нож на головах но их это плохо получается да даже то не там прививки придумали придумали значит этим пандемии к вида там еще но прививки и этот к вид и прочее эпидемии они сопровождали нас нашу историю постоянно то есть революции начиная с 1789 года когда разрушили бастилию связаны были с пандемией бастилию почему разрушили потому что штрафовали людей садили людей если они не хотели платить штрафы вот а всех вот тут посадили по домам тоже пандемии оспы 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 это вообще надуманное понятие она как только у человека и и нет никакого животного хотя там оспы называют там у кошку собак там но это не оспы это их не там совсем другие возбудители именно для них характерные человеку не придется это что нам рассказывать что у коров там дженнер он наш там наружу что там доярки значит у них от коров передался иммунитет вот и они не болеют свист художественный чистой воды дженнер это всем выдуманный персонаж вот придумали сначала оспу потом придумали чуму в тысячи восемьсот тридцатом году потом где-то сорок пятый год она была еще одна но был потоп в реальности был с одной тиф носопной тиф вы знаете он возникает куда не убирают труп а было очень много утопленников ну потом северный потом даже получилось как его ядерная война которая произошла еще восемьсот двадцатом году она же выбросила много воздуха безвоздушное пространство и раздавление упало нас было две атмосферы осталась одна и поэтому появились нас на континенте смены лета и зимы а на севере нет этого явления там только выпадение осадков поэтому арктида которая там существовала ночь с планетой называют как раз там четыре от этих пролива но и весь рисунок вот она опустилась опустилась это как раз вот в 1833 35 году произошло то что литографии которые ну якобы там французской франции не было была свободная территория где франки жили ну что есть свободные люди уже франция возникла в 1924 году в реальности но и англия в это время отсоединилась от российской империи и америка и соединенные штаты тоже то есть антанта все отсоединяются нужно фактически объявила войну но большевизмской республики вода не только там тысяч 124 году и двадцатом году ватикам был создан но сейчас все но вся история это юмада вот и разные другие художественные произведения которые к истории вообще никакого отношения не имеют значит был тиф потому что земля артида опустилась пошли волны больше километра понятно все затопило ли были болота сплошные земля долго освобождалась за счет этих болот значит тиф разразился и втрица ведь не опасная от него кто заболел тифом 3 процента население только летальный исход остальные вылечиваются так и остальных что чума что там где 20 процентов но это все придумано в реальности если лечить запахами как лечили раньше это прежде всего фитонциды хвойного леса никаких ничем не ус не будут потому что нас лечили запахами это единственный эффективный способ потому что не задействует желудочно-кишечный тракт когда лекарство травит фактически и печень серьезно все тратит после сороковых годов 1840 в 70-х годах то есть немного лет 30 там прошло у нас холера и революция у нас революция была и 40 сорком году и в 30 и в 1830 из 1789 году и после этого 80-го года 1905 году ну говорят тоже российской империи там была первая русская революция на свист это была революция в российской империи и 917 год опять революция 905 году инфлюенция эпидемия девятьсот семнадцатом году испанка выкосившую где-то 70 миллионов но другие разные что называют в реальности выкатила революция пандемия нам мало сыграла какую-то роль просто приводится же была мировая то нам сейчас говорят что так тябрьская революция нет она была мировая она была по всей европе в германии революция венгрии революция этих славянские там эти республики которые возникли тоже революции бразилии революции китай революции в индии революции мировая революция и вот троцкий чем разошел с лениным тем что просто беру надо и дальше экспансию делать революции для ингрид надо в отдельно взятой стране сначала он поэтому отдал и аляску но он не он отдал аляску аляску отдал хрущев вот он отдал европейские все страны фактически странным малые антанты вот это чехия там словаки сербия ну вот эти страны то и там и господи чихтоваки потом организовали а сначала все было но во всей российской империи но они отделялись друг от друга эти страны но якобы страны там герцогского королевства протектораты и так далее то есть разные были статусы социальные этих объектов но революция была везде ее сделали потому-то велико октябрьской революции и как в реальности все было и это эта информация она же ну понятно что у нас то ее нету даже у староверов информация это гораздо больше чем у нас да не когда начинают рассказывать про мировую вот эту войну на вторую мировую за все не так тем более про первыми все не так они знают они принципе живут в нашем обществе они нет никакие не прописные то есть они не скрываются от сегодняшней этой машины государственной а если уж там глубже еще копать так там вообще все не так и они это все знают и все что то не говорят на волосы шевелятся на голове и потом эти видите настолько шокирует что мозг отказывается воспринимать эту информацию несколько информации ты воспринял да а дальше все барьер нет возможности понимать понимаешь что что-то тут невероятно и это невероятно и это невероятно у нас нас так не учили она в действительности он как и люди в космос летали при царской россии и не только по вселенной у космоса больше чем вселенной все эти повозки которые мы знаем как какие-то колесницы двуковка там пролетка все прочее что это вроде как кредит какие-то летательные все аппараты типажские полки экипажа откуда слово идет это те которые управляли летательными аппаратами летая на соседние и на дальние звездные системы ну понятно что нам придумали что до звезд никогда не долететь потому что свет там по 30 по 100 по 1000 лет летит ну то свист до ближайшие звезды альфа центара можно двигаться со скоростью там жигулей это может доехать за пару десятков лет не говоря уже отдать если ты будешь двигаться с нормальной скоростью наш не горят световая скорость близко скорости света там часы и все ты уже на месте до центра галактики в реальности всего лишь 30 световых лет они 150 миллионов нам рассказывать но он очень важен этот семинар вебинар для того чтобы ну на счет будет формирование цивилизация которая должна остаться здесь жить вот и нам нужны люди разумно понятно что не все к нам могут попасть но и действительности очень много у нас неразумных на сегодняшний день людей но тем не менее мы исходим из того что можно сделать что нужно сделать но и во всяком случае указывает на тех кто должен жить здесь на земле они пойти на головах которые в принципе захватчики планируют распространить фактически на все человечество и прежде всего на белое население на землян которые имеют право на эту планету и на все остальные планеты не только нашей солнечной системе и сателлитных пространствах которых нас создавали множество наши геккотанхейра которые были повелителями вселенных и на звездной системы где наши тоже живут выходцы с земли мы на всеми право у нас ведь до сих пор все же плеяд с арктура тупала пас ну и так далее прилетают сюда к своим русникам эти люди не даже берут их туда к себе предлагают остаться многие остаются кстати но некоторые желают жить в этом бардаке значит мы на этом сейчас закончим этого я отвечу на ваш вопрос чем конкретно заключается клятва пеленной до какой степени это является защитой от деструктивных воздействий умирают в расцвете творческих сил и тюрин и другие клятва это серьезно и навсегда ну что касается тюрин он мог не умереть потому что но сколько три крутых экстрасенсов помогали ему известных но она вообще известна на всю планету от других вот самые такие были в россии все три сказали что он сам отказался он увидел там говору увидел там шаркова но мы раньше встречались все там общались но тут он соскучился все таки и город тут уже сколько прошло вот и этот шарков там понятно что ну захотелось пообщаться не захотелось никуда уходить но опять горячу у нас в реальности этой почему по умирать люди да у нас сейчас у всех эти смартфоны там iphone и я тесно гря особо там не разбираюсь в этих телефонах да и не хочу разбираться но самое главное что было определено что нас достают через телефоны то есть нам звонят на телефон причем это звонок скрытый вот сам телефон не звонит вот тем не менее там человек получает импульс импульс или там радио импульс или чистота его именно использована и он играет в ящик это у меня когда супруга уехала да вдруг началось давление на сердце только подсказка что надо завертывать фольгу этот телефон я думаю меня спасла так бы тоже сыграл след за тюремом может быть варикоцели причиной менинга цели как вылечить менинга цель сейчас дело то что идет эпидемия менинги то но варикоз он не думаю что связано с этим хотя какие-то там ребята которые подселяются могут вызвать и голове потому что они очень-то по краю по крови могут курсировать и в любом месте общем-то организации колонии мы сейчас самый лучший способ лечения это не доедать или вообще не есть но лучше мало есть мало единием потому что но все кто есть по одному разу они например хорошо выглядит а во вторых они долго живут достаточно дело в том что у нас ведь на земле до 17 фактически века смерти не было как могил потому что нет старее 17 века могилы не обнаружены говорят что их сжигали на тоже неправильное суждение силу того что ввели трупы сожжения только потому что у нас был очень много народу на земле и обводили как раз при воплощении то есть водили смерть фактически то есть религия вот там это уже священная книга умирающих людей на же люди делились как вечные люди они были человече вечный человек и были вековые люди человек мы сейчас человеке но не вечны и были еще люди которые жили не на нашей планете это были людиные или люди но они поскольку переехали к нам да многие поэтому вот людчество и люди на она наряду с человеком также стал употребляться люди на это общество русское слово но украине до сих пор используется но и были еще сразу сказать были еще манны манны потому что но не те которые сломаны а именно те которые развоплощены то что развоплощены их надо учитывать тоже вот потому что люди они должны воплотиться и поэтому для них надо создавать условия и для воплощения и для жизни на том свете ну то есть на 3 это есть театризм но это отдание дани богам славление богов ну все для того чтобы создавать нормальную жизнь на том свете и нормально чтобы было воплощение ну вообще для того чтобы нам как бы опять убрать смерть надо перестать есть таком большом количестве мы в 20 раз больше день чем мы должны есть это вот при малоедении самое главное не пить потому что когда человек перестает пить он воду но клетка воду не теряет почему не хватает организму да вот не хватает ему кислоты в нужна спище ща щелочная и организм копит кислоту вся кислота помещается в крови а желудочного соку человека 7 литров выделяется за сутки мы крови 7 литров но деток челка кислота хранится в крови поэтому нас кровь кислая потому что и не им щелочную пищу если ты не хватает организм начинает копить воды не хватает начинает копить и у нас обычно 70 процентов воды в организме а когда вы не пьете 90 процентов организм накапливает ее не в виде опухоли там ног или рук и лица да ну как почки когда не справляются с водой здесь как раз на они справляются воды не хватает и все клетки тоже справляются они копят воду они ее не расходуют поэтому мы молодеем когда не пьем и поэтому когда мы не пьем еще мало едим мы становимся бессмертными поэтому дворцы которые дошли до нас без отхожих мест всем без кухон без всяких жарах пара то есть термических обработки там тоже нет и то что они и освещены были совсем по-другому там были светцы так называемая это такая вот внутри у треугольная в которой оставлялась но говорят лучина лучина это не то что там чуть поджигали молочи на это те которые светящиеся бактерии вот этих лучин хватало чтобы освещать весь замок или огромное помещение вообще на старых картинах смотреть там же залито все светом вечернее время все залито светом это не электричество это были лучи на поэтому если вы будете не есть не пить вы избавитесь этого недуга останется ли на этой планете кто-то из человеков возможно ли освобождение человечества от рабства ну понятно что нет безвыходных положений всегда есть как минимум два выхода а то и десятки просто мы не обо всех знаем после клятвы первые парампоры какие права и какие обязанности обязанности даются начинающему жильцу ну видите жильца основные вещи это мощь провести тризну ну или про руководить этим процессом проведения и тризна тем которые в общем-то умерли в традиции дрели православия ну или которые стремились к познанию и в общем-то не отвергали ему для них можно проводить потому что если другая конфессия и человек категорически против всяких этих других конфессий ну и не надо проводить они потом если вы проведете это первый момент второй момент это вот нахождение как раз от творческих людей помогли помощи для того чтобы в общем-то наша планета и наше человечество процветало и развивалось и дальше ведь раньше ведь все держалось на жильцах а сейчас все поделили специальности там поделили у нас пять тысяч специальностей в россии а по миру вообще сорок тысяч вот она для стравливания между собой людей жрец должен был все мы поэтому чем-то у нас ну и вообще везде в основном везде жрецы жрецы ну как ученые у нас да но у нас ученый он отделен от духовного поэтому они не полноценные люди просто ученые это не полноценность в турецком городе миссии не находится в три с половиной тысячи саркофага для чего они были нужны если в отечености люди были бессмертны вот они были бессмертны а тут стали водить смерть владимир он собственно грязи ну не общем-то нах то было первозаконник тонах вели потому что смерть переплощение или и поэтому вот югиза в египте но у нас они везде то уж турции это тоже эти вязантии и египет тоже вязантия под вязантии были там не до сих пор анты ну то есть черепа антов музеях музеях хранятся вот и поэтому стали класть вас саркофаги а зачем саркофаги для того чтобы не появляться в этой жизни больше а дождаться когда будет всеобщий суд ну как час и библия написано да то есть как можно дольше на том свете находиться потом появиться здесь уже для но если тебе позволит конечно на всевышний жить здесь то есть ты там не наследил не навредил такая сейчас идеология поэтому он был саркофаг пока тело не сгнило перевоплощаться было нельзя вернее можно конечно перехватиться но умрешь тело утянет поэтому делали саркофаги чтобы люди не гнили навечно в общем то отправляли на тот свет и здесь тоже обман видите именно саркофаг именно вот это бальзамирование почему только один вы рассказываете про настоящую историю захватчиков но остальных убирают они рады бы рассказать и рассказывают ну на меня же гриб больше тридцати покушения уже сейчас перестал считать это и протыкание и нужно помолчу там пройти аварии сколько их было подстроено даже не считаю что это покушение вот ну и там куча всего причем они же изощренно то есть выхожу из машины открывая дверь ну выходишь берешься за дверь и там такая вот зонтик маленький он впивается мне в руку в левое через минуту рука становится как нога и все это переходит уже на тело но я уже все понимаю она тоже то есть это очень извращенный способ то второй раз такая же была ситуация не добили один раз решили еще раз повторить но я всегда когда такая штука возникает уже понимаю что все обращается и вышли все прекращается в основном трат конечно проверили очень много раз но это же по несколько месяцев то есть у меня и ноги там отказывали на костылях ползал на там сходить не мог и более были такие что только на обезболивающих мог жить так мне очень неприятно все это в рязани на территории рязанского кремля есть палата князя олега кто этот князь на самом деле может вам известно его дпс его история ну это крутой человек ночью не олег а воляга но или вещей олег вот одно и то же ночи с него от волга названа это был очень крупный военачальника и его на из нашей истории вообще вымрали его нету а у нас вообще все герои получали возможность честь его имени назвать какую-то местность речку гору там еще что-то невский например нужна за не низкий назван часть не вы якобы да они вам надо на честь несколько потому что у него православное имя семонав поэтому невский вообще с него как бы названным они варико или одар в честь родина названа а один у нас сегодня представлен дмитрием донским нас как бы воде на не было хотя мы крещены ему нас кому кости ли давали число по единицу там единица был один и у нас она так и осталась разве ну когда крестили нас раз появилась единица то что спасу давали число один всегда холопка крестили ну кол у нас появился число кол в школе осталось счета так то его уже не используют он только вот геометрии применялся нас там больше десятка этих чувствительных исчезло вот они применялись ними то что мы часто генометрии называем то генометрии вообще другой уровень и другая дисциплина у олега неизвестными но лик это не имя это служение это дорога служения в переводе ол это служителя дорога точно так как георгия за какие железы отвечает бог троян но щит рен отвечал нас за события вот с событиями у нас но практически все железы связаны отведите сложно говорить это же так вот но будем говорить искусственное распределение просто у нас много желез которые сейчас не изучают школа в институтах медицинских факультетов университетов которые изучались девятнадцатом веке от их наиболее очень повод завоеватели ну и нам не говорят о том что они были естественно что такие железы там копчиковая например трета щитовидные у некоторых ведь не только пара щитовидная у нас вот здесь щитовидная пара щитовидная трета кварта и пошло их много было вот именно в этом районе там у нас есть вот люди рождаются две только железки здесь но горит пара щитовидная а вот когда четыре а вот четыре тоже трета щитовидная появляется а если 8 нас 8 до 8 долях здесь тоже бывает а это уже кварта щитовидная а бывает еще больше ну и сейчас понятно не изучает не изучают вернее изучают очень так поверхностно вот такой то аптероксин еще там какой-то гормон но их тысячи гормонов мы их про ним мы их не проходим сейчас там вот этот андреналин норандреналин да но это надпочечники у нас регулируют сердечную деятельность ну все пожалуй но и половые гормоны мы все их куча тысячи разных видов когда создавалась планета земля людей тогда еще не было то строим нашу солнечную систему война эти у нас возникновение звезд вообще связано сначала появлялись планеты причем планеты которые вращались не круглые а вот которые были всякие каком как остатки каких-то планет астероиды да вот да вот когда астероид с такими острыми углами да ну то есть только что разрушена планета там еще не вот эти все гладкие стороны не появлялись углы вот эти не сглаживались когда это происходит тоже астероид долго очень существует и пыль когда на него садится у нас много космической пыли она скатывается в углубление ну притягивается туда вот скатывается там и чисто химические реакции могут происходить прилипание таких астероидов у нас тоже есть нашу солнечной системе а есть с острыми такими углами так вот этот астероид он он может вращаться вокруг своей оси он еще может мог завращаться когда там был но разнесена эта планета да и все полетевшие астероида не вращаются ну осколки планеты вот когда он вращается там есть эксцентриситет он заставляет ну знаете бумеранг вот кидаешь он прилетает обратно не может вращаться просто вокруг своей оси центральной оси он еще вращается и по кругу вот эти малые планеты то что они с эксцентриситетом да они значит вращаются вокруг вот их может быть много но может быть несколько может один вообще быть планета создает солнце они солнце создает планеты хотят процессу набою сначала солнце создается а потом солнце может из себя рождать тоже так вот вот это вращение именно по орбите уже не вокруг своей оси этот орбите она создает в центре легкие частицы которые скапливаются ну-ка в сепараторе вот сепаратора крутится легкие частицы все устремляются центра вы если тормозите этот сепаратор туда не начинают разлетаться но этот на нашем примере в обществе я рассказывал помните когда говорил о праздниках скачивающих которые не в один тот же день происходит в разные вот у нас происходит торможение а торможение приводит к разлету частиц которые собрались от центра ну и поэтому разные события пошли там но она сейчас не об этом сейчас о том что вот возникает вот эти легкие частицы в центре орбиты вокруг которой вращается данный астероид дан малая планета но или еще что-то там и постепенно возрастает масса на растет проходит миллиарды лет на любой поверхности любом вращательном объекте там все равно формируется жизни простая там примитивно неважно она формируется потому что ну жизнь это тоже атрибут материи но не только жизнь может быть атрибутом материи я говорю что атрибутов материи бесконечно множество и они могут появляться и появляться благодаря работают как раз богов богов там титанов которые выше богов дэвов там так далее поэтому когда она создается какая-то вращающаяся структура она создает систему она привлекает к себе значит тоже какие-то там осколки планеты они начинают вращаться вместе вокруг этого центра синхронизируются как-то да но и вот создается солнечная система а потом уже постепенно это уже вернадский вот рассматривал как планета развивается биосфера создается сначала на какие-то микроорганизмы да они перестраивают и саму литосферу этого астероида или чё там было да вот создается атмосфера но потому что они же притягивают то есть они в постоянном химическом взаимодействии живут и в общем-то изменяется биосфера биосфера изменяет литосферу снова появятся новые организмы они объявят опять изменят биосферу биосфера снова изменяет литосфера вот этот процесс раскачиваем приводит в лицо он на приводит к развитию богов божественность тоже атрибут материи точно так же как и жизненность как и память и пространство и время делал тоже это не выше богов тоже атрибут материи и в принципе вся материя ну почему говорим что вот есть психизм все на что нас окружать все живой потому что живой атрибут материи божественность возникла тоже атрибута суры тоже атрибуты там пошло и поехал там все дальше и дальше это все становится атрибутом потому что они создали создались из-за этой вот качающейся эволюции который говорил вернадский поэтому тут видите во первых сложно сказать что первичнее курица или яйцо потому что это это процесс но там сначала курица от яйца курица а потом снова яйцо вот и процесс идет если альянсы раздают территории нашей планеты что делает у нас сириусе они так это та же самая структура сириус это ведь большой пёс тут как раз писи глаз они союзник орионцев но они как бы сами у нас писи глазцы созданы здесь местные до это земляне и песенаги ну или печени как сейчас говорят а есть уже готовые которые прилетели вот сирию зону не черненькие все то что он назвали арабами но сиропа из араб араб и писи глаз как раз сириуса у нас еще есть малый пес оттуда тоже прилетали ребята тут нас устраивали бойни у нас есть еще волк созвездия но то всюду прилетает можно подробнее про войну двух форм жизни и очень странно с одной стороны кремния форма жизни виноват в нашем упускании их слова если вы уничтожите человечество то мы уничтожим всю форму у него углеводородной жизни принципе так сказали это как бы я сам свидетель мы ехали как раз малюбку везли приехала пэр английский англит мотана женщина англичанка вот она с ней ехали в одной машине вот у нас камаза были мы вот на камазах военных камазов туда в этом или там по-другому не проедешь и но у нас там радиоприемник бы включил ну там к этому сколько играла потом вдруг прижилась а еще было радиостанция вот мы про дистанции все обменивались у нас там 80 как-то 10 машин много короче говоря весь наш фонд ехал вот и против станции началась вот эта передача что идет обращение кремниевой формы . углеродной форме ну и перечисляется наши все грехи и чтобы не достойны жить если сейчас значит тут там матери с нами расправиться то это но и причем это шло у всех то есть на нашу радиостанцию но у нас на одной волне все и по радио тоже шло там такие волны у нас там просто музыка была сначала ну подсоединиться к но его нет не проблема а вот к радио подсоединиться это уже не наша техника это как раз говорит что это реальности были инопланетяне и реальности это была та форма которая от себя выдавалась кремниевая какова правильная физиология питания детей но детей нельзя заставлять есть они вот поиску к съели столько хорошо потому что заставляя их есть они разрушаются и вот этот суть это качество это чувство чувство голода чувство умеренного питания чувство насыщения а то должно все присутствует если этого нет но человек начинает переедать и стареть теряет бессмертие подскажите пожалуйста получается нам специально горячую радость и восторг вызывает разрушение равновесных сил нужно наоборот стремиться не к спокойствию а к ярким положительным эмоциям совершенно вот именно на свете вообще выкинули все эмоции но из нашего лексикона потому что они все назывались и по богам передать там допустим это перо дальше значит велись дасть веет дасти тоже все их не приветствия которые связаны как раз с их не переживанием вот этого приветствия вот этой родине у нас поэтому их не стало только вот отрицательный печаль тоска ревность чё там еще агрессия только такого плана поскорите пожалуйста знаете ли вы природу заболевания роза ца роза ца роза ца нет я первый от вас слышу но вообще все заболевания на всего лишь пять причин от переедания стресс дары там смещение органов тоже третья дальше паразиты мы и отравление все когда бы просла и прочитала что на пасху разговор глядс над яицом прошло года и я осветила яйца и одно яйцо положила возле иконы пролежала она год и не протухло мы его съели было свежее как только сварили только белок был не такой упругий ну ничего удивительного даже святой икона святого святые же не реальные они длины просто и были святыми там саровский радонежский мы их много но сейчас зачислили в катанами в католические как бы в христианские христианство тоже правильная религия но его же извратили все христа превратили в кого-то терпил захватчики все изменили христианство же работает хроники каши это скрозная макаш нет хроники каши ты информация в воде на у нас мировой океан хранитель хроника каши есть еще архи так хранителем является литосфера то есть кристаллы и но все вопроса больше нет его тоже всех благодарю ну и кого же ночь тому спокойной ночь